Продолжаем. Продолжаем. Значит, мы остановились на том, что как IBM представляет себе искусственный интеллект. Значит, у них он состоит из трех уровней. Первый – это данные, то есть описание вашего мира в виде данных. В отличие от Вольфрам Альфа, где искусственный интеллект строился на базе знаний, которые создали люди, заранее туда заложили, в IBM они уже говорят о том, что есть данные. То есть появляются данные, которые накапливаются из реального мира, в том числе в ответ на действия вашей системы. Значит, есть набор правил, бизнес-правил, которые говорят, как нужно себя вести. Если говорить про автомобиль, то это правило дорожного движения, если говорить про судовождение, то это правило судовождения и так далее. Если говорить про какие-то промышленные предприятия, то это либо правила технологические, то есть как испечь хлеб, например, или какие-то ограничения накладываются в энергетике, к примеру. То есть такого рода правила. Есть алгоритмы, назовем так, нижнего уровня, которые позволяют вам из данных делать полезную информацию, извлекать. То есть это либо, например, преобразование из голоса в текст, из текста в некоторый граф отношений между сущностями. Вот. И дальше уже, например, подсчет какой-то статистики по этим сущностям. То есть что конкретно сейчас происходит вокруг. То есть некоторая модель, которая закладывает представление сырых данных, отображение этих сырых данных в некоторый набор логических переменных, которые могут использованы быть с помощью бизнес-правил для принятия решений. Вот. Дальше принимается решение, и это решение отправляется в реальный мир, там, с помощью исполнителей механизмов, с помощью, там, какого-нибудь письма или еще чего-то. То есть в зависимости от того, о чем идет речь. То есть если это какое-то предприятие, автоматизация бизнес-процессов, то, соответственно, это просто какое-то письмо может быть. То есть сейчас очень популярное решение, когда, например, автоматизируют работу отдела кадров. То есть вы заполняете заявление на отпуск, вам прилетает письмо, вы подписываете документ цифровой подписью, прикладываете к ответу это письмо, и у вас автоматически происходит оформление отпуска без участия человека. Ну, такой один из примеров такой автоматизации бизнес-процессов. Там, конечно, искусственного интеллекта никакого нет, это обычные бизнес-правила. Ну, вот здесь пытается IBM продавать вместе с какими-то элементами искусственного интеллекта, продавать еще и много-много других продуктов, которых у них уже накоплено за 60 лет существования очень много. Вот это вот их понимание искусственного интеллекта. Ну, и вот у них, соответственно, их кораблик, который призван демонстрировать все достижения компании IBM. Вот, то есть у него, что у него тут, то есть у них есть специальный сайт для этого корабля, можно на него зайти, посмотреть, что происходит. У них тут дэшборд есть, правда, к которому за несколько дней я так и не смог присоединиться, то есть он постоянно пишет connected, connecting. Но, тем не менее, они вот в таком реальном времени, такой маркетинговый ход, создали такого дрона, который ходит по всему миру. Вот, и можно посмотреть, что на нем происходит. То есть, по идее, наверное, если когда-нибудь он сюда законнектится, то можно смотреть в реальном времени, что тут происходит. То есть, там тангаж, по крену, по тангажу, наклон, скорость, направление движения. Можно посмотреть тут содержимое корабля, что у него внутри происходит. Вот, тут написано live-камеры, но на самом деле это просто обычная запись на YouTube, выложенная. Вот, на карте он постоянно в одном месте стоит. То есть, видимо, закончилась рекламная кампания, он теперь просто где-то стоит на приколе, да. Ну, это где-то в Англии у них он стоит. Вот, то есть вот такой у них тут маркетинговый сайт. Что еще тут интересного? Ну, нам интереснее всего технологии, да, что себя представляет корабль. Вот, и в первую очередь интересно, то есть у них на две части, да, это сенсоры, то есть анализ информации. Вот, они тут представляют целый набор продуктов IBM, которые можно использовать для создания подобных систем. То есть, помимо сенсоров, которые к IBM не имеют никакого отношения, да, они предлагают свой продукт. Это система компьютерного зрения от IBM, то есть некоторый готовый продукт, который вы можете использовать для распознавания. Мы потом еще посмотрим чуть ближе на него, что он у себя представляет. Значит, какая-то система, да, которая позволяет корабли анализировать, непонятно, с чем она связана. Ну, возможно, тоже на базе распознавания образов может быть просто какая-то база знаний, которая содержит информацию. Либо какой-то сервис, скорее всего даже какой-то сервис общедоступный, который позволяет вам, не знаю, по внешнему виду корабля понять, что это такое. Это тоже GPS, значит, геоинформационная система, значит, погода, сенсоры, положение и так далее, так далее. То есть, из всех продуктов получается, что вот для именно обработки сенсорной информации предлагают систему компьютерного зрения. То есть, та самая система, которая позволяет вам, имея камеры по периметру корабля, да, вот у них тут шесть камер в разные стороны направленные, которые можно было бы даже, наверное, посмотреть с разных положений. Почему-то везде одно и то же, ну, неважно, потому что, видимо, ничего не работает. Значит, который позволяет вам преобразовать информацию о том, ну, например, видеть фотографию корабля, да, понимать, что это за корабль, какой у него тангаж, кому он принадлежит и так далее, и так далее. Загрузив там изображение в какую-то вот систему, да, которая позволяет автоматически определить, что это за корабль. Соответственно, вы можете всегда в реальном времени понимать, что вокруг вас происходит. То есть, если какой-то корабль на вас движется, система сможет определить его положение, его размер, должна она ему уступать, не должна ему уступать. То есть, это будет та информация, которая необходима уже на втором этапе, а именно принятие решений. Вот здесь они предлагают использовать систему как раз Decision Manager, их продукт, который вот здесь представлен, да, который позволяет вам из вот этих данных, обработанных, сделать конкретное, принять конкретное решение. Вот, ну и здесь они еще дополнительно предлагают для того, чтобы описать всю логику этой программы, да, они предлагают еще Application Manager, который будет мониторить состояние. То есть, это уже некоторая инфраструктура, на которой будут разворачиваться все эти продукты. Вот, в этом фишка IBM, они продают целую экосистему. То есть, начиная от железа, на котором все это будет вычисляться, то есть, сервера, облака, и заканчивая системами управления этим железом. То есть, как они здесь предлагают, тоже очень часто популярное направление, Edge Computing, то есть, у вас есть сервер управления вашим флотом устройств, там, неважно, у вас это беспилотный автомобиль, беспилотный корабль, это какие-то просто, не знаю, чайники, в которых воду кипятят, да, в которых встроены микросхемы с небольшими компьютерами. Это все Edge-устройства, то есть устройства, которые, вычисленные устройства встроены в обычные приборы, в обычные системы. Вот, и сейчас вот популярное направление, это Edge Computing, когда у вас приборы становятся настолько умными, что, например, у вас чайник может там уже какие-то вычисления внутри себя делать, какую-то аналитику проводить, там, не знаю, знает, что вы просыпаетесь в 8 утра, кипятите воду, он там за 5 минут того, как вы проснете, возьмет вам чайник с кипятиной, да, чтобы вы не ждали. Ну, это такого рода аналитика. Вот сейчас очень популярное название Edge Computing, когда у вас уже аналитика не в облаке производится, а производится прямо на месте, то есть рядом с вашим устройством. В этом есть свои преимущества. Не всегда мы хотим что-то передавать в облако, что-то мы хотим делать у себя, чтобы никто этого не видел. Не всегда есть доступ к облаку, то есть не везде есть интернет, к сожалению, еще пока. Не всегда этот интернет стабильный. Вот, поэтому одно из решений, вот у них Edge Computing, то есть управление приложениями, которые распределены там в пространстве на целом наборе узлов. Вот, то есть тут такого рода система искусственного интеллекта, как они ее позиционируют. На самом деле, конечно, тут не искусственный интеллект, тут много чего сюда намешано. Тут скорее такой шоукейс, да, демка всех технологий, которые предлагают, ну или какого-то набора технологий, которые предлагаются IBM. Ну, так как это автономный, то есть без человека кораблик, да, то, соответственно, это искусственный интеллект. Но попутно вместе с ним продается еще и что-то другое. Вот, значит, это вот у них один такой пример, да, и у них еще очень много примеров. Вот можно просто посмотреть, например, у них есть документация, да, что из себя представляет система Watson, то есть что в нее входит. То есть это вот эти ассистент, да, который, с которым вы можете пользоваться, да, то есть у него есть определенный API, вы можете писать ему запросы. У них прямо тут даже студия в реальном времени, да, то есть можно отправить URL-запрос к нему с определенным, например, вопросом, там, переведи мне текст, там, представь мне его в виде знаний и так далее. То есть он работает как некоторый сервис. Вот, и здесь, соответственно, все подробно расписано, включая там авторизацию. Понятно, то есть куча-куча-куча вспомогательных вещей, но смысл в том, что, да, можно запрос пользователя переправить вот этому ассистенту, который с вами ассоциирован, да, то есть вы покупаете себе ассистента, соответственно, создаете сессию и можете в этой сессии отправлять сообщения, да, которые будут описывать диалог с пользователем. То есть вам не нужно никакого ассистента разрабатывать, вы просто берете готовый сервис, у вас есть готовый URL, то есть адрес в интернете, куда вы можете отправить, переправить вопрос пользователя, да, в ответ получить ответ. Переправить ответ пользователю, пользователь прочитает, задаст уточняющий вопрос, вы этот вопрос опять переправите в рамках данной сессии обратно вот этому ассистенту. То есть вы, как разработчик некоторого ПО, выступаете в роли такого медиатора, который принимает ответы у одного, передает их другому, потом получает ответ, передает их первому. То есть вам не нужно программировать систему искусственного интеллекта, которая будет работать с базой знаний, отвечать на вопросы. Вам нужно просто писать, ну, по сути, вы представляете в роли некоторого прокси, прокси-сервера, который переправляет вопросы ваших пользователей, которых вы сами идентифицируете, сами их менеджерите, то есть решаете какие-то стандартные задачки. А задачки, связанные с искусственным интеллектом, вы просто переправляете на внешний сервис, сервис IBM в облаке, который дает вам ответ. То есть, по сути, решает за ластую задачу, связанную с искусственным интеллектом. Вот это то, что касается ассистентов. Значит, у них есть студия, где можно заниматься проектированием, в том числе ассистентов. Discovery не уверен, что это такое. Значит, базы знаний, преобразование текстов, которые примерно по такому же принципу работают. То есть, вы отправляете аудиозапись на сервер и, соответственно, в ответ получаете, например, текст. Тоже вы не знаете, что там происходит внутри. Ну, вернее, приблизительно знаете, что происходит. То есть, вы просто отправляете файл звуковой. В ответ получаете текст. Есть разные тысячи вариантов, в каких форматах вы его отправляете. Синхронно, асинхронно. И, соответственно, в отличие от ассистентов, вы можете выбирать различные модели. Вот можно посмотреть, какие, например, модели у них есть. То есть, за каждую систему распознавания звука есть определенная модель, которую вы используете. Ну, здесь, скорее всего, речь идет о моделях. В том плане, что вы можете не просто взять какую-то готовую систему, да, вы можете... Ну, то есть, да, есть названия моделей какие-то. Тут надо просто разбираться. То есть, за каждой моделью стоит определенная теория, как эта модель строится. Многие модели можно наследовать. То есть, взять модель, ее переобучить. Это отдельное направление, называемое transfer learning. То есть, когда у вас есть базовая модель. И потом вы можете, например, используя те данные, с помощью которых было обучено, взять эту модель и использовать те знания, которые уже в нее заложены, переобучить ее для решения схожей задачи. Ну, например, вы обучили модель распознавать, там, не знаю, автотранспорт. А вам нужно, например, заниматься распознаванием каких-то конкретных машин. Например, получать ответ, покажи мне все машины, там, марки Ford, например. Вот, это является подклассом общего класса автомобиля, да. Соответственно, если у вас есть система обученная распознаванию автомобилей, вы можете дообучить исходную систему для того, чтобы она распознавала какие-то конкретные автомобили, там, и так далее. То есть, то же самое здесь имеет смысл вот этих моделей. А второе, это когда вы сами, например, обучаете модель, то есть custom model, когда вы хотите какие-то свои знания, вот, так сказать, акустические модели разные. То есть, тут достаточно много различных вариантов кастомизации. То есть, они, опять же, продают не просто какой-то сервис, куда вы там загрузили звук и получили ответ. Вы при желании можете ее всячески совершенствовать. То есть, у них вот, они говорят, заложено 1024 языков вы можете заложить. Если вы, например, хотите какой-нибудь язык там общения птиц, например, заложить, да, вы можете позаморачиваться и, соответственно, сделать свою собственную модель, свой собственный диалект и так далее и тому подобное. То есть, тут достаточно много деталей в этих системах. Хотя изначально вроде задача выглядит такой понятной с точки зрения человека, да, преобразовать голос в текст. То же самое из текста в голос, то есть синтез речи. Опять-таки, вы отправляете какой-то текст на сервер, в ответ получаете синтезированную речь. Ну, здесь список голосов, там у них тоже сколько-то голосов у них доступно сейчас. И, соответственно, есть синтез, да. То есть, вы отправляете текст, тут не больше 5 килобайтов текста, который нужно воспроизвести в виде звука, в ответ получаете голос. То есть, тоже такой своего рода сервис, где вы можете, не заморачиваясь над тем, как написать систему искусственного интеллекта, которая будет озвучивать тексты, просто отправлять текст на сервер IBM, получать в ответ файл с записью и проигрывать ее своим пользователям. Тоже вот такой вот пример системы, с которой можно работать. Опять-таки, да, ничего не нужно программировать. Можно прямо вот в консольке, там, через URL направлять запросы и получать ответы. Вот, ну, понятно, что в основном это направлено на создание каких-то сервисов, то есть каких-то бизнес-приложений, где, например, нужно анализировать речь, превращать ее в текст. А потом, например, еще этот текст куда-то переводить. Вот, есть задачки, связанные с пониманием языка. Значит, когда язык раскладывается на различные категории, выделяются слова. Здесь уже более сложно, сложная система. То есть, тут надо уже закладывать некоторые модели. Ну, например, у них, ну, одна из популярных сейчас направлений, мы в прошлый раз уже касались этого, да, то есть определение настроения. Вот, есть модель, которая описывает такое настроение, за ним определенная теория. В принципе, можно всегда к этому покопаться, покопаться здесь, поразбираться, что это за модели. Как правило, никто из этого секрета не делает, потому что все это делается по некоторым известным в литературе моделям. Вот, но, тем не менее, есть еще вариант некоторой детализации. К сожалению, не могу сейчас сразу сказать, что у них тут, насколько у них сложные тут модели используются, да. Вот, ну, выглядит как некоторый конструктор. То есть, есть набор готовых моделей, есть способы создания. А, ну, вот, собственно, что может делать, да. То есть, может разбивать текст на категории, классифицировать текст, выискивать какие-то концепты. То есть, пытаться анализировать текст с точки зрения концептов, то есть, сущности отношений между ними. Выделять эмоциональность текста, то есть, агрессивный комментарий, например, позитивный комментарий. Выделять сущности, то есть, ключевые слова, что-то отношения, ну, и так далее, и так далее. То есть, есть определенный набор вещей, которые можно извлечь из текста. И вот этот сервис по пониманию естественного языка, да, он позволяет вам создать некоторый такой портрет. Это может быть статистический портрет, например, тональность текста, либо попытка раскладывания на семантику. Вот, то есть, тоже за этим стоит определенная теория, очень навороченная. Вот, при желании можно во все это погружаться. Ну, соответственно, тоже инструмент создания, описание базы знаний, которые используются в других системах. Переводы по точно такому же принципу. Отправляете на сервер текст на английском, хотите получить текст на русском. Или там русский отправляете, хотите получить китайский. То есть, сервис перевода, где вы по API можете что-то делать. Вот, ну, здесь вот отдельно у них анализатор тональности сообщения. То есть, агрессивный, неагрессивный. Ну, и машинное обучение. Это тоже какая-то соляночка из того, что можно... Такие модели вообще существуют в машинном обучении. Там, как правило, классификация, регрессионные модели. То есть, тоже вы можете модель создавать, создавая ее тип, хранить их, вызывать при необходимости. То есть, тоже такой менеджмент моделей. Плюс, скорее всего, у них тут есть готовые... Ну, уже какие-то готовые модели, которые вы можете использовать. Ну, и дополнительно еще вот для машин лернинга это цепочки, некоторые конвейеры по обработке данных. То есть, грубо говоря, вход можно проклассифицировать, проклассифицировать, потом классификацию, например. То есть, изображение превратить в текст, текст превратить в некоторый тонализ и так далее, и так далее. То есть, можно построить некоторые цепочки того, как это будет работать. Вот у них написано, что на Spark они это делают. Это такой фреймворк джавовский. Ну, не только джавовский, написано на Java, но можно и на Python, и на Java к нему подключаться, который позволяет вам строить систему распределенной обработки, разбросанной по низким узлам. Ну, такой... Они, на самом деле, строят некоторый такой циклический граф, вычислений, которые вы можете потом запустить либо на кластере, либо локально. То есть, они вот используют такие стандартные фреймворки. Фреймворк не IBM-овский, фреймворк это опенсорсный. То есть, тут они, на самом деле, ничего нового не изобретают. Просто все это упаковано в готовый сервис, куда вы можете управлять задачи на выполнение. Так, вот, собственно, все, что они предлагают в рамках своей системы Watson. То есть, много шума, а по факту это задачи, которые, в принципе, давно известны. Понятно, что есть много деталей, есть хорошо красиво упакованный сервис. Но в целом оно строится примерно так. Если вы посмотрите системы, например, Amazon, Amazon Cloud, тоже считаются одни из пионеров такого масс-маркета. То есть, если IBM, он больше ориентирован на крупные корпорации, то есть, они сливки снимают, то Amazon, они больше ориентируются на масс-маркет. То есть, небольшие компании, которым, ну и большие, и небольшие, но в первую очередь небольшие, да, которые позволяют вам тоже применять систему искусственного интеллекта за гораздо меньшую сумму, чем, например, у IBM. То есть, ценники IBM, они просто космические. Ценники Amazon гораздо ниже, чем у IBM. Вот, ну и сервис у них чуть, ну, чуть-чуть похуже, да. То есть, тут, в принципе, то же самое есть и распознавание текста, и распознавание голоса, и синтез голоса, синтез текста, анализы и прочее, прочее, прочее. То есть, в принципе, все, что вы увидите у IBM, вы, скорее всего, найдете и у Амазона. Те же самые ассистенты, которые автоматически могут общаться с вами. Вот, все то же самое вы сможете найти и у Microsoft. У них тоже есть продукт, облачный Azure, или Azure, не знаю, как правильно. Вот, который тоже позволяет вам, по сути, решать те же самые задачи. То есть, распознавание видео, распознавание звука, семантический анализ текста, оценка тональности и так далее. Опять куча маркетинговых материалов. Вот, ну, тут чуть-чуть побольше, да. То есть, ну, опять же, мы тут видим, что в основе всегда лежат какие-то продукты, которые не Microsoft придумал. Мы, может, про них еще будем говорить. То есть, PyTorch, Tenderfall, SkyKit Learn – это фреймворки, в первую очередь, для Python, которые позволяют вам строить систему машинного обучения, собирать их. Вот, но собирать руками, да. Они здесь предлагают, вот, по принципу drag and drop, то есть, вы строите кубики, из кубиков строите некоторый pipeline, да, вот, даже рисуют, как быстро все это можно сделать. И, соответственно, все это потом в облаке развернуть, без, там, лишних телодвижений. Вот, это, конечно, все очень заманчиво, но обычно строит, стоит денег. То есть, вы можете бесплатно все сделать сами, из тех же самых фреймворков, если у вас достаточно знаний. То есть, посидеть, поковыряться, можно все это сделать самому. Даже облако не нужно, там, можно сервер поднять, и потом, там, до конца жизни этот сервер обслуживать. Вот, но в облаке это делается проще, про, просто по принципу перетаскивания. Вот, можно попробовать посмотреть, что они предлагают, да. Ну, и опять же, тут куча всяких примеров, маркетинговых материалов. В принципе, тот же самый, что и IBM. То есть, минимальное количество телодвижений для того, чтобы для вашего бизнеса сделать систему на базе искусственного интеллекта. Вот, ну, короче говоря, да, вот примерно такого уровня. То же самое у Google. Ну, вот, это то самое визуальное программирование, да, где вы можете свои модельки строить, некоторые цепочки. И потом в облаке запускать тоннель. Примерно то же самое, что мы у IBM видели, SparkML, где они рисуют. То же самое здесь. Не удивлюсь, если они то же самое, примерно то же самое используют для расчетов. Вот, то же самое у Google, у Google Cloud платформ. Те же самые сервисы. Ну, понятно, у них свои сервисы, да, но они... Сейчас, это Google, а это у них какой-то... То есть, у них тоже... Ну, они тоже себя позиционируют, как некоторые продвинутые, да. Вот, у них тут чуть-чуть больше всяких фишек, да. Но по факту, опять-таки, мы видим вот эти чат-боты, да, с которыми можно общаться. Видим преобразование текст-речь, речь-текст. То есть, вот все то же самое, что мы видели и у IBM. То есть, разговоры, какие-то уже настройки, да, связанные на понимание языков переводы, оцифровка документов, то есть, преобразование изображений в текст, и так далее, и так далее. То есть, в целом, тут чего-то принципиально нового очень трудно найти. В принципе, все, да. То есть, в основном речь вот идет о некоторых диалоговых системах, где вы можете построить систему общения с реальным человеком. И человек будет общаться с вашей системой как с реальным человеком. Ну, вот, по крайней мере, такая вот красивая открытка, обложка. Вот, на практике, да, если пообщаться там с ассистентом любого мобильного банка автоматически, попытаться с роботом поговорить, да, ну, иногда, конечно, это, пока еще это не выглядит как какой-то интеллект, больше выглядит как какая-то машина бездумная, которая ничего не понимает. Вот, ну, к сожалению, это так. Вот это текущее состояние. Ну, именно такого промышленного, коммерческого применения, да, понятно, что есть еще научные статьи, которые описывают, как они должны выглядеть, да, какие-то научные прототипы, но они пока очень-очень далеки от промышленного внедрения. Вот, ну и давайте еще в заключение, пока там время не закончилось. А, ну, давайте посмотрим теперь пример еще вот тоже такой. У IBM есть пример, как вот построить систему распознавания образов в их среде, вот этой IBM Watson, имея только вот некоторого дрона. То есть дрон летает на какой-то территории, да, фотографирует все подряд. Задача определять, какие дома разрушены, какие нет. Вот всякие примеры приводят, видеозаписи, да, вот нужно просто анализировать некоторый видеопоток, ну, тут в связи там с катаклизмом, который в Америке произошел, ну, там какие-то пожары были у них, у них такая вот, такой туториал они выпустили, да, как вот по таким изображениям определить, какой дом горел, какой нет. Вот, то есть они предоставляют для примера данные, ну, публично доступные данные, да, разные фотографии. Вот, у них есть обучающая выборка, то есть по которой можно обучить систему эту Watson, да, чтобы она делала правильную классификацию. То есть является ли этот дом сгоревшим или нет. Ну, то есть или выделяла, например, там сгоревшие дома. Вот, есть такой простой пример, как там за 10 кликов создать подобную систему, которую там можно навесить на дрон с фотоаппаратом, и он будет летать там, соответственно, вам какую-то информацию полезную извлекать. То есть вместо человека, который будет обходить районы и смотреть, какие дома сгорели, какие нет, можно запустить дрон, который автоматически соберет эту информацию, то есть фотографирует. И где-то на сервере у вас путем обработки этих изображений вы получите ответ, вот какие дома сгорели, какие нет. Вот, примерно такая система, демонстрационная, но, тем не менее, можно придумать много примеров на производстве, где подобные задачи решаются, где у вас есть какие-то сущности, нужно сущности эти находить, например, отбраковывать детали там с какими-то дефектами, либо там, не знаю, если это какой-нибудь мусороперерабатывающий завод, то отфильтровывать тот мусор, который нельзя, например, переработать и так далее, и тому подобное. То есть задача распознавания изображений достаточно сейчас популярна. Вот здесь показывается, как в несколько кликов делать такую систему. То есть смысл в том, что, да, вы захватили изображение, сфотографировали, да, что с ними дальше делать. Вот, вы их, соответственно, разбиваете на несколько частей, часть, которая относится к каждому классу. Это будет ваша обучающая выборка, то есть вы будете учить вашу систему искусственного интеллекта искать те или иные дома на фотографиях. Вот, и, соответственно, они предлагают использовать свой продукт Watson Studio, IBM Watson Studio, для того, чтобы использовать, для того, чтобы построить такую систему. Да, вот примерно, как интерфейс этот выглядит. То есть вы просто тут буквально в три клика создаете новую модель. То есть у вас есть список моделей, вы можете создать новую модель. Потом для этой модели вы создаете набор классов, которые она должна определять на изображениях. Тут всякий мастер, который позволяет, помогает вам, например, выбрать тариф, да, там, сколько, ну, круглый, в зависимости от тарифа у вас будут те или иные ограничения в работе вашей системы. То есть все это будет в облаке крутиться. Вот, и, соответственно, есть у них там бесплатный демо-тариф, то есть можно зарегистрироваться и там по этому туторию пройтись и самим посмотреть, как это будет работать. Там, не знаю, в рамках практических занятий, занятий, которые у вас есть. Вот, соответственно, создав модель, вы можете добавлять различные классы, там, как-то называть их, в эти классы перетаскивать эти zip-файлы с картинками, то есть на создавать классов сначала и потом в них на загружать различных картинок. То есть вот эти просто перетаскиваете. Сначала вы загружаете на сервер, эти zip-файлы, которые могут занимать там гигабайт и сотни гигабайт, а потом просто эти файлы, вот эти архивы, группы, изображения, перекидываете в те классы, которые вы решили в вашу систему внедрить. Вот, и дальше понятно, все загружается, 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 нажимаете волшебную кнопочку Train Model и получаете результат. Все, у вас есть готовая система, которая умеет отличать дома сгоревшие от домов поврежденных и от фотографий, которые к домам не имеют никакого отношения. Ну и, соответственно, как это можно использовать, там предоставляется определенный URL, опять-таки адрес, который вы можете сделать через там какой-нибудь менеджер запросов или с программой или прямо в браузере отправить запрос на сервер по ID-шнику этой модели и получить ответ, какому классу принадлежит то или иное изображение, которое в настоящий момент там получаете с дрона. То есть, вот пример простой, как, ну, даже примеры запросов, да. То есть, вот написав там в консоли вот такой такой запрос. Ой, это зря. А, черт, все закрылось. В общем, идея такая, да, достаточно простая. Так, ну, наверное, сегодня уже не будем дальше продолжать. Наверное, это все, что я хотел сегодня показать. То есть, мы посмотрели то, что сейчас на масс-маркете предлагается под брендом искусственного интеллекта именно как некоторые сервисы. Вот. То есть, дальше мы будем углубляться чуть больше уже в методы, на базе которых все эти сервисы строятся. То есть, чтобы не только можно было там сервисом пользоваться, но и можно было, например, понять, как эти сервисы внутри устроены. То есть, какие за ними модели стоят. Ну, опять же, в каждом из этих сервисов можно строить свои собственные модели искусственного интеллекта. Вот. Поэтому, да, нужно не только уметь пользоваться сервисом, нужно еще понимать, как они устроены. Но это уже будет предметом следующих лекций. Все. Наверное, тогда на сегодня все. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok